Новый этап в истории предприемства «Беларусь-Нафта». Специалисты приступили до геолого-разведывальных работ по уднево-структурной зоне Припятского прогина. По попередних прогнозах тут может находиться до 14 миллионов тонн вуглеводородов. Реализация обойдного проекта различена на 5 годов. Об его перспективах материал Дмитрия Котова. Сейсморазведка выкористовывается для выучения глубинной будовы земли. Она необходна для пошуку новых родовища у нафты. «Беларусь-Нафта» сейсморазведывальные работы проводит постоянно. Полностью выворченный центр и полночь Припятского прогину. И вот распочинается бойный проект по пошуку нафты у полдневой части. Борются скважины, закладываются заряды, взрывчатки, производится согласованный подрыв. И на основании сейсмограмм, которая получается, приборы ее фиксируют. И отсюда делается заключение о геологическом строении. Той местности, на которой проводятся работы. Потому что каждый слой имеет свою сейсмограмму. На основании этого есть взаимосвязь определенная со строением геологическим и наличием нефти, в частности. Первые известки об том, что нетры этой земли могут заховывать нафту, заявились еще в 50-х годах минулого ста годзя. Однако, иснующие на той момент технологии не дозволили распочать масштабную работу. Зараз означают у компании «Беларусь-Нафта» все по-иншему. На сегодняшний момент научно-технический прогресс двинулся далеко вперед. Мы столкнемся с большими глубинами залегания, с сложными фильтрационными свойствами пластов. Но, тем не менее, научный прогресс движется. И у нас уже есть опыт и возможность внедрять в этом регионе современные технологические решения для добычи нефти. Программа полевых сейсморазведывальных работ различна до 2025 года. По сути, для задействованных специалистов это новый выклик. Можно сказать, что у першинёв будет выкористовываться формат 3D, больше информативный, упор на незранейшем 2D. Сейсморазведывальные работы охобят 3000 квадратных километров. Это приблизно 37,5 тысяч физичных доследований. Глубиня махчимых новых радовища около 4 километров. Традиально работы будут проводиться в 5 районах. Лельшицким, Хонецким, Ельским, Наравлянским и Мазырским. Сама инфраструктура, она включает в себя различного рода трубопроводный транспорт, скажем так, системы сбора, подготовки, транспортировки жидких углеводородов, газообразных углеводородов. То есть, соответственно, время и объёмы, скажем так, для создания, они могут быть различными в зависимости от объёма опоискованных и разведанных месторождений нефти. Если здесь будут достаточно уверенные объёмы нефти в этих месторождениях, соответственно, будет выполнено весь цикл проектных работ и, соответственно, строительно-монтажных работ по созданию инфраструктуры. Новый проект для Беларусьнафти мае особливое значение. У первую очередь, ГУГЭТа обумовлена удалой логистикой. Важно отметить, что зона нашего геологического интереса, которая сосредоточена в южной структуре зоны Припьевского прогиба, находится на незначительном удалении от Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Это всего лишь 70 км, что позволит в перспективе всю добутую нефть из этого региона направлять на Мозырский нефтеперерабатывающий завод и загружать в его мощности хорошей, высококачественной, лёгкой нефти. По передней доследовании дают станочные прогнозы. На территории пауднево-структурной зоны Припьевского прогиба находится каляча 13 млн тонн вуглеводородов. Это га-хобить, как сдобывать тут нафту на протягу 10 и навод больше годов. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».